Лучших боксеров мира. Ну, характеристика такая. Этот парень с 14-летнего возраста ни разу не проиграл ни одного боя. Что говорит само за себя. Экс-чемпион мира. Боец, который сделал репутацию свою в бою против сильнейших средневесов. Планеты. Победил их всех. Если правда, что разница в стилях делает бой интересным, то мы сегодня имеем тот самый случай. Сергей Ковалев. Мы знаем его манеру. Жестокое, неотвратимое давление. Преследование по всему рингу. Динамит в обеих кулаках, как говорят американцы. И самое главное. Дистанция. Почему дистанция, я вам сейчас объясню. Дело в том, что Уорд, помимо всего прочего, боец немножко грязноватый. Он занимался борьбой и эти навыки применяет в бою. Замучить противника клинчами, захватами, толчками, ударами с подтяжка. Вот этого нельзя допускать, Сергей, ни в коем случае. Отпускать к себе на ближнюю дистанцию Уорда никак нельзя. С этим не могли справиться. Ни техничный Кеслер в турнире Супер Сикс. Ни мощный Артур Абрахам. Ни могучий Карл Фротч. Никто не мог. Вот эту вот загадку, которую представляет Уорд. Разгадать. Эта задачка стоит перед Сергеем. Жесткий, тяжелый джеб. Сергея попадает в цель. Давай, Андрей! Уорд, боец хладнокровный. Очень уверенный в себе. И кроме того, многие отмечают, что у него какое-то запредельное чутье на неприятности, на опасность. Инстинктивно, кожей, чувствуя приближение вот этих вот неприятностей, он умудряется уйти в последние секунды. Я уже говорил, что боксерский мир, все сообщество просто раскололось. Даже уже изощренные букмекеры и то не знают, кто фаворит в этом бою. Многие ставят на Уорда. Даже уж такие спецы в боксе, как Майк Тайсон и Ленокс Льюис, и то разошлись во мнение. Тайсон за Сергея, а Ленокс Льюис считает, что выиграет Уорд. Есть такая поговорка, а может быть даже и постулат в профессиональном боксе, что боксер всегда выиграет у панчера, то есть у нокаутер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С ним свежесть передает лимон. Он тонкой сладостью силен. Вам с этим йогуртом везет. Он в дом удачи принесет. Йогурт, слабода, живая еда. Финалгон против боли в спине, суставах и мышцах. Финалгон лечит боль теплом. В мире фантазии кинзотокада рождается изысканный аромат. Здесь мечты превращаются в благоухающие капли. Почувствуй красоту жизни вместе с новыми ароматами Эйвен Лайф. Надоел кашель? Синекот готов к действию уже через пять минут. Синекот знает кашлю подход. АПЛОДИСМЕНТЫ Многие считают, что Уорд слишком хитер, слишком изворотен и слишком опытен для Сергея. Что Сергей, мол, прост. Его основное достоинство это мощный удар. Но тем, кто так считает, неплохо бы вспомнить бой Сергея Ковалева против академика бокса Бернарда Хопкинса. Каким классным, интересным, расчетливым и умелым именно боксером показал себя тогда Сергей. Что это будет сегодня? Здесь самое главное для Ковалева это не пускать Уорда в ближнюю дистанцию. Поскольку Андрея Уорд там не столько работает, сколько борется. Перестрелка джебами. Причем быстрый, легкий, отвлекающий джеб у Уорда. И тяжелый прицельный джеб Сергея, который может отправить на пол противника. Вот как сейчас. По-моему, потерялся Уорда. Но в принципе выводы делать еще рано. Идет, так сказать, притирка взаимная. И пока что все идет по плану. По плану Ковалева. Это очень здорово держать противника в напряжении. Ну вот. Вот этот Кувалда справа обрушивается на голову Уорда. Ковалева в своем репертуаре. нет. Лескан хитер у Уорда, чтобы дать себя добить. конец раунда. Раунд был впечатляющий, согласитесь. Смотри, смотри на меня кричат в углу Уорда. Ну вот посмотрим, как это было. вы знаете, Уорду здорово повезло. Сергей не успел выпрямить руку. Видите, локоть опущен, и мягкой стороной перчатки пришелся удар. Чуть бы больше дистанции и бой бы на этом закончился. А так немножко спружинила рука, но я думаю Уорду хватило. Повезло, что в общем-то раунд быстро кончится. да, видите, вот это стиль Уорда. Рефери говорит, давайте сделаем бой все-таки почище. ну, эти претензии надо адресовать Уорду. Все, очередная серия полетела в цель. Уорд терпит. Иногда кажется, что бой приобретает такой односторонний характер. Все идет как бы в пользу Сергея Ковалева, но не будем вперед забегать. Расслабляться нельзя. у Андрея Ворда много трюков в рукаве, что называется. в штабе в штабе в штабе Уорда должны какие-то меры предпринять. в штабе в штабе мне кажется, единственный выход для них это сейчас увеличить темп. Сергей, этот темп выгоден. он держит свою дистанцию прицеливается угрожает держит противника в напряжении. не нужно связываться с Уордом, не нужно заниматься с ним борьбой. Это его конек. Он и сам мало что делает, и другим не дает. выгоден. 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 Браво. Отправляйтесь в волшебное приключение вместе с Киндер-сюрприз. Вас ждет сказочный мир маленьких принцесс, новые друзья и удивительные игрушки. Киндер-сюрприз всегда дарит радость. Когда малыш растет, мы помогаем ему в самых простых вещах. Предотвратить и вылечить респираторные вирусные инфекции может помочь аноферон детский. Защита в холодный сезон от простуды и гриппа аноферон. Скидки до 50% на одежду и обувь. Коллекция «Зима» в детском мире. Дискомфорт после еды Крион. Его уникальные мини-микросферы достигают максимальной активности через 15 минут и улучшают пищеварение. Крион. Экспертное решение проблем пищеварения. Ну вот сейчас что-то должно измениться. Прежде всего в поведении Ворда. Решил поупираться Сергей здесь тоже. Ну не надо забывать что он из короткой дистанции ударить может. Рефери в общем-то должен приглядывать скорее за Уорда. Он идет опасно головой. Он ныряет. Да. Была попытка. Неудачная со стороны Андре. вот этих неожиданностей следует ожидать от него. Перекрестный удар справа Сергей пришелся вскользь. Самое забавное если почитать всю прессу американскую перед этим боем всех этих аналитиков специалистов сколько яростей взаимной неприязни страсти там было когда все рассуждали как сложится этот бой. и все предсказывали как это будет выглядеть и на самом деле настолько свойственной манере каждый из боксеров ведет себя что вот сейчас многие правда считали что удача должна быть на чьей-то стороне но я думаю что удача носит носит имя квалификации мастерство честно говоря сколько я видел боев Андрея Уорда я еще ни разу не видел его вот в таком виде в таком состоянии когда ему навязывают тот бой который выгоден противнику удача киндерс киндер сюрприз киндер сюрприз Продолжение следует... Продолжение следует... Причем это угрозы, как мы видим, не пустые. Тяжеленные удары с обеих рук могут любого бойца измотать, даже если он чисто не пропустит. Заставить его остановиться. В предыдущем раунде Уорд пытался взвинтить темп, не получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он привык бороться в каждом раунде. Когда я говорю бороться, я имею в виду борьбу на самом деле. Жесткий джеб Сергея проходит. Нельзя позволять себя изматывать этой борьбой. В общем-то, одним ударом Уорда не возьмет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я подумал, нам понадобится чуть больше одной коробочки. АПЛОДИСМЕНТЫ Уорда АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Выманивает Сергея. Да, вот это вот его стиль. Стиль Орга. Его главная задача втянуть Сергея вот в эту возню. Обессилить. Он никогда не был нокаутером. Несмотря на то, что Уорд провел 30 боев на профессиональном ринге, половину выиграл досрочно. Но, в общем, никогда не было эффектных таких нокаутов. В отличие от Сергея. Сбавил темп немножко Ковалев. Попытка встретить. Тяжело все складывается, как видите. Кроме того, еще одна вещь чисто психологического плана. Уорд умеет выглядеть победителем в некоторых эпизодах. Даже если он их не выигрывает. В общем, искушенный боец. Пока что... Пока что Сергей тратит порох по пусту. Пора перестать вкладываться. Чуть легче бы надо Сергею поработать, чтобы не тратить силы. И о погоде. Из-за сильного снегопада рекомендуется оставаться дома всем. Кроме владельцев «Шкода». Этой зимой холодная снежная погода вам не помеха. Ведь у «Шкода» для вас согревающее предложение. Выгода до 250 тысяч рублей. Выбери свою «Шкода» и мчи навстречу зиме. «Шкода» – simply clever. Извечный вопрос «Что делать?» Пахать, пахать и пахать. Заливать. Что делать? Расти, пробиваться, вставать, наливаться. Пора убирать, шлифовать, проверять, пасовать. Что делать? Теперь вам решать. «Националь» для каждой кухни страны. Вы, наверное, обратили внимание, что каждый раз, когда отрывается, уходит из клинча ворс, он всегда прикрывается левой перчаткой, опасаясь ответного удара. Сергей. Четко ставит предплечье, высоко. И очень трудно его пробить справа. А Сергей, кстати говоря, перед боем сказал, «Моя правая решит все дело в этом бою». Седьмой раунд идет. Пока что перелома в этом бою нет. И похоже, что все будет решаться в поздних раундах. В общем-то, и Орду мало что удается показать из того, что он умеет. В общем, практически каждая вторая попытка прорваться на свою дистанцию, заканчивается неудачно для него. Ну вот Бёрд, рефери, куда смотрит. Сначала он был озабочен чистотой боя. А когда такие вот грязные эпизоды появляются, он соблюдает такую незаинтересованность. Удары по затылку. В общем, не красят обоих. Тяжелый, вязкий бой. Попадание. Легкое попадание. Но, в общем, выглядело эффектно. Ничего не скажешь. Очень хорошо прикрыт. Ворд от права удара, Сергей. И о погоде. Из-за сильного снегопада рекомендуется оставаться дома всем. Кроме владельцев «Шкода». Этой зимой холодная снежная погода вам не помеха. Ведь у «Шкода» для вас согревающее предложение. Выгода до 250 тысяч рублей. Выбери свою «Шкода» и мчи навстречу зиме. «Шкода» – simply clever. Извечный вопрос «Что делать?» Пахать, пахать и пахать. Заливать. Что делать? Расти, пробиваться, вставать, наливаться. Пора убирать, шлифовать, проверять, пасовать. Что делать? Теперь вам решать. «Националь» для каждой кухни страны. Мощный промах был в предыдущем раунде у Сергея. Но какое же чутье у этого «Уорда» поразительное. Одновременно с ударом стал уводить голову в сторону буквально на какой-то сантиметр. И ударом говорили, что у него какое-то особенное чутье на неприятности. У меня складывается впечатление, что «Уорда» как-то уже пристрелялся. «Уорда» привык к манере Сергея. Нужно его чем-то удивить. В общем-то, конечно, несколько простоватые угрозы со стороны Сергея. «Уорда» чувствует, что сейчас будет, смещаясь. Сам-то, в общем, пока ничего не делает особенного. Но и ударить себя не дает. Мало, мало действий со стороны Сергея Тувалева. Не зря он сюда пошел, в эту дистанцию. Низковато. Не принимает извинения Ковалева «Уорда». И вот все-таки, согласитесь, пропускает двухударные комбинации «Уорда». Заканчивается раунд. Под занавес промахивается «Уорда». Боль в спине и суставах? «Феналгон» наносится специальным аппликатором, разогревает и снимает боль. «Феналгон» лечит боль теплом. Оплачивайте покупки карты и мастер-карт и получите возможность стать героем матча звезд КХЛ-2017. «Разделить любовь к игре бесценно». Похоже, воодушевились там в углу «Уорда». Им кажется, что они нашли ключик Сергея. В общем, надо признать, несмотря на формальную эффективность манеры «Уорда», смотреть его неинтересно. Недаром публика там так любит, когда в ринге Ковалев. Многие спецы, в том числе известные вам всем, Мейвезер считает «Уорда» лучшим боксером мира после себя. Тот, кто выиграет этот бой, Ковалев-Уорда, станет лучшим боксером планеты, считает. «Уорда» лучшим боксером, вот эти рывки, толчки, вся эта возня вблизи. Она, конечно, кого хочешь может вымотать. Тем не менее, в этом раунде пара ударов достаточно увеситых пропустил Вод. Хорошо. Ковалев, конечно, ударить может даже в состоянии сильной усталости. Но лучше не доводить до этой усталости. Сейчас идут те самые, извините за стандарт, чемпионские раунды. Здесь все очень важно. Да, вот так надо. Пусть эти удары легкие. Но Сергей в состоянии спрятать в серии один жесткий удар. Смотрите-ка, болельщики Уорда встакивают с мест. А у нас для тебя сюрприз, мамочка. Спасибо за подарок, мои хорошие. Киндер-пингви – это неповторимое сочетание вкуса шоколада, бисквита и молочной начинки. Ну ты как, друг? Все хорошо. Держись, ночью мы тебя откопаем. Киндер-пингви. Все вкусное детям. Участвуй в акции от Киндер с героями фильма «Ледниковый период». Пришли 15 промо-упаковок и получи в подарок стильный детский рюкзак. Подробности на сайте ferrero.ru Надоел кашель? Синекот готов к действию уже через 5 минут. Синекот знает к кашлю подход. Да, все. Ближе к финал. Нужен хотя бы маленький успех. Для многих уже сам факт, что Уорк уйдет после этого боя от Ковалева на своих ногах, может показаться достижением. Но все зависит отсюда. Фантастическое чутье у Уорда, конечно. Как он сейчас увернулся от этого правого крюка? Сергей продолжает давление, но пока без особого успеха. А мы привыкли, что что такое успех в исполнении Ковалева. Это хороший удар справа. Слева тоже пригодится. Нарывается на короткий встречный джеб. Еще один джеб. Но все идет в копилку, что называется. Еще один джеб. Последняя минута десятого раунда. Очень неприятные предчувствия. В равном бою могут не отдать Сергею. Все эти позы, которые принимает Уорк, они ни к чему хорошему не приведут. Он же пропускал изряд. В общем, надо попадать. Я, честно говоря, не понимаю причин этих восторгов публики. У меня складывается такое впечатление, что американец продувает. Этот раунд, по крайней мере, сто процентов. Он не может обмотать. Он просто бустит. Дрей, он устал. Ты не можешь задуматься сейчас. Ты должен идти к борьбе. Понимаешь? И закрепить победу. Дай мне глубокий вдох. Смотри, Дрей. Смотри. Ну да, там настраивают Уорда на то, что не нужно беспокоиться о том, чтобы нанести сильный. Ну вот, посмотрите, это что такое? Вот второй промах справа. Как легко уходит от этого правоудара Уорда. Но джеб это он пропускает. Не подставляет. Это главная задача, которая, видно, была поставлена перед Уордом. Перед боем. И он ее выполняет, в общем, более-менее успешно. Не нанеся никакого урона Сергею Ковалеву. Главное устоять. Публика реагирует на каждое движение. Даже не на успех, не на удар чистый по стороне Уорда, а просто на каждое движение. Пол раунда прошло. Напоминаю, это предпоследний раунд. Сейчас бы, конечно, Сергея немножко придавить. Я имею в виду темп. Чуть больше. Чуть больше боевых действий. Первая удача за весь бой со стороны Уорда. В общем, Сергей возвращает до лыжок. И останавливается, вместо того, чтобы продолжать преследовать. Вот такие эпизоды действуют и на публику, и на судьи. Очень собрано действует Уорда. И немножко разбросан Сергей. Все, последний раунд. И здесь очень важно сейчас действовать собрано. Не разбросан. Да, вот именно так и надо действовать, говорят, у Уорда в углу. Ну да, пару раз попал он в предыдущем раунде. Ну и пропустил. Последний раунд. И Сергею сейчас очень важно не пропускать. Даже легких ударов нельзя пропускать. Видите, удары идут по защите. Но впервые Уорд выглядит агрессором таким в этом эпизоде. Да, я думаю, истратил много сил Сергей. Нет уже прежней жесткости. Много промахов, много сумбура, много возни. И, к сожалению, все это в пользу Уорда. В общем, давайте, друзья, признаем. Выглядит Ковалев сейчас не так уж убедительно в последнем раунде. Мне сдается, он столько набрал в предыдущих раундах, что в исходе боя сомневаться не приходится. Пошли последние секунды этого матча. Скорость, конечно, упала здорово. Но вы представляете, до чего изматывающий этот бой? В этом раунде у него слишком много промах. Конец. Конец боя. И сейчас все в руках судей. Ну, конечно, надо продемонстрировать уверенность в своей победе. Я думаю, что Сергей сам немножко разочарован последним раундом. А больше всего тем, что не попал еще разок бы так, как вот это было в начале боя. Но мы говорили о том, что это очень изворотливый, хитрый, хладнокровный, уверенный в себе боец. Видите, после такого он умудрился, в общем, бой немножко выровнять даже к концу. Это Эгис Климас, его менеджер. Очень много для Сергея сделал. Да, Крашер, разрушитель. Первый раз, по-моему, не доставил такого удовольствия американской публике. Ну что же, бывает всякое. Не всегда все заканчивается так, как хочешь. Но мне кажется, особо переживать ему не стоит. Посмотрим, что скажут судьи. Первые шесть раундов, сто процентов. Плюс еще одна дамка. Конечно, тяжелый. Тяжелый, вязкий бой. Андрей Уорд выступил в своем стиле, то есть сделал все, чтобы этот бой не выглядел не таким блестящим. Итак. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards after 12 rounds of action. John McKay, Bird Clements, and Glenn Trowbridge all scored the contest. 114-113. 114-113. Все три судьи дают. And new unified light heavyweight, champion of the world, still undefeated under S.O.G. Вспоминаю статью американца Хантера Томпсона. Бокс достал. Где он говорит, что бокс превращается в насмешку над самим собой. Ну, где тут победа? Ладно, пусть радуется. Я вот думаю, есть, по-моему, в контракте пункт реванша. Будем ждать реванша. Думаю, что... Шансы на то, что Уорд... Не уйдет на своих ногах. В этом реванше у нас есть. Ну что, друзья. Конечно, бой был хороший. Немножко не повезло. Судим, я бы сказал. А так все в порядке. На этом я прощаюсь с вами. С вами был Владимир Геннадьев. Всего доброго. Спасибо. В общем, все это началось где-то четыре месяца назад. У меня до этого был нервный срыв. Я обратилась к психологу. Только началась с всего этого выходить. И... Так что началось-то? Проще показать. Вот. Почему мы должны ее делами заниматься? Ну, не знаю, пусть охрану намет, собаку заведет, камеры повесит. Я думаю, он реально опасен или просто пугает? Конечно, опасен. Косметичку разворошит или каблуки от туфель поотрывает? Я предлагаю так. Давайте сегодня до конца. Дня просто за ней последим. Вот все. И на коврике заночуем, да? А вот я согласен. Мажор. Ну...